Открытая студия Представительная номинация в плане жильцов Ольга Владимировна, ну расскажите пожалуйста Как, с чего началось Путь к председательству В совете дома по адресу Северное шоссе, дом 20 Подмосковным Раменском Как говорится, наш путь был тернистый долог На самом деле история Инициативной группы В последующем там совета дома У нас за много лет уже сформировалась Потому что мы были обманутыми Дольщиками, к сожалению То есть попали в 10-м году, в 2010-м году У нас люди покупали жилье То есть брали кредиты, ипотеки И прочее, прочее В 12-м году мы ожидали сдачи дома Но этого не случилось Наш дом попал В так называемый долгострой Вот, после этого 5 лет Заморозки абсолютной То есть они там сдали несколько Хотя, когда я, например, покупала квартиру В этом комплексе Я смотрела и на доступность Там транспорт Ну, вообще, весь жилой комплекс Это 20 домов сейчас Находится в прекрасном месте Там и поликлиника рядом И красивое озеро И парк В общем, центр города И кто мог подумать, да Что мы тоже встанем в ряды Ну, казалось бы Да, обманутых дольщиков Это просто Значит, застройщик нас уговаривал подождать То есть не жаловаться там Не трясти никого Но потом, понятное дело Что еще пару лет подождали Люди стали подниматься Да, масса Мы стали друг друга искать Находить Это уже были не одиночные выстрелы Ну, ясно Уже соседи знали в лицо, да? Да, мы уже стали там И митинги устраивать И всякие флешмобы И интернет И соцсети В общем, мы подключали всех Кого можно И понимали, что у нас дольщик Сам по себе Вот на тот момент Он был по закону Не защищен ничем, да? То есть мы Сами приняли решение Вложить свои деньги Это 50 на 50 Это у нас по всей стране К сожалению, так было Когда мы поняли Что наш застройщик Готовится к банкротству И наш дом уже на тот момент Стоял 5 лет Это были голые стены Окна были Дом стоял без отопления Вот Мы уже начали подключать Все возможные ресурсы И помог нам, конечно Огромная благодарность Это Андрей Юрьевич Наш губернатор Вот Потому что я думаю Что без него бы все равно Ничего этого не случилось И Когда нам объявили Что назначен Правоприемника Нет Нам сказали Но назначен Генеральный подрядчик Это ФСК-лидер Честно говоря Ну понятно Что все радовались Но Радоваться было Преждевременно Потому что Мы знаем Чем отличается Правоприемник И Генеральный подрядчик То есть Понятно Что собирались То есть Расписали зоны ответственности Что находится В зоне ответственности Администрации Раменска Что находится В зоне ответственности Подрядчика нашего Нового Ну в общем В конце В конце Восемнадцатого Года Наш корабль Сдали Наконец-то Да Еще до этого Немножко Вот просто Буквально два слова Вся вот эта Вот территория Большая Она Там часть Восемь домов Сдали Да Потом Остановили строительство Рядом с нами Тоже дом стоит Это Бедные люди Просто Их успел сдать Застройщик Вот Когда уже На стадии Банкротства И дом сдали Они То есть за свой счет Покупали И пожарную Систему Полностью И лифты Ни одного лифта В доме не было То есть они Вот так вот Все за свой счет Вложились прилично Да Дополнительно Мало того Что нужно Купить квартиру Да То есть люди Уже на тот момент Кто-то выплатил Даже ипотечные кредиты Вот у нас Молодые семьи Да Которым там Тяжело было И продолжали снимать Квартиры Ожидая Своего законного Жилья Мы вступали И в реестр кредиторов В общем Мы прошли огонь воды Вот сейчас проходим Медные трубы И я расскажу Про это попозже Вот И когда сдали дом Мы понимали Что Ну Близится ОСС Потому что Вот Ну Назначена управляющая компания Да Как и у всех И нужно что-то делать Без совета дома Который вот В домах Да То есть мы Остаться не могли И мы понимали Что Что мы получим Потому что мы Полностью контролировали Ход строительства Что там Ведется То есть мы были в теме Да Абсолютно Вот вообще По всем вопросам И у нас Внутри двора Есть большая территория Подземный паркинг Который На сегодняшний день До сих пор затоплен Там рассадник грызунов И всего такое Ну а мы На тот момент Когда нас собирали Мы договорились С властями Что мы подождем Сдавайте остальные дома Кроме нашего дома Там еще было 9 корпусов Больших То есть в первую очередь Людям нужно было Жилье получить Наверное Была ошибка Не знаю Потому что Вот дом уже Приложилось это в поговорку Есть у меня один Ногильничек Да 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 Вот Поэтому Территория бесхозная На сегодняшний день То есть у нашего застройщика Было ряд Юридических лиц Их было много И одно из юрлиц Это был вот этот Подземный паркинг Там еще тоже Сложность конструкции То есть она подходит К секциям домов Двух домов больших То есть его нельзя Демонтировать Или демонтировать Ну это очень сложно Это может Да Не дай бог Да Поэтому Сейчас Эта компания Объявила себя Очередная банкротом Наконец-то То есть на территории Бесхозная Мы ждем сейчас Пока они там Выставят на торги Ну как это должно быть Да В рамках закона Это конечно время Ну просто у нас уже сил Честно говоря Становится все меньше Хорошо Давайте на то На что хватило сил Вот На вашем примере Чем отличаются люди Которые в теме изначально От тех людей Которые ну вот думают Там создавать совет Не создавать Возглавлять совет Не возглавлять В чем ваши плюсы В чем плюс Да конечно Это страшно Что мы прошли И вообще вот Многие да Дольщики которых Вот так вот бросили По России Матушки нашей стране Огромной Ну а с другой стороны Вот эта беда Объединила очень людей И мы за эти годы Еще до сдачи дома Мы прям стали семьей Я вот просто без Всякого там Ну понятно да Что это невысокие слова Это реальность Да Это на самом деле Поэтому мы договорились заранее Кто возьмет на себя ответственность Да Ну что мы будем делать дальше А ведь дальше была неизвестность Дом сдали В конце 18-го года В 19-м году Начали там выдавать ключи Уже массово И весной мы вот получали Получая ключи То есть у нас прошел Как раз ОСС Жители выбрали Определили совет дома Вот Ну и собственно говоря Мы приступили к работе Мы первым делом Что сделали Это обследовали дом Это мопы все То есть места общего пользования Мы посмотрели Мы Рабочая документация У нас слава богу там была Ну а когда мы увидели Вы знаете Когда мы увидели результаты Вот своего обследования Даже вот самые ярые оптимисты Были в шоке Просто в шоковом состоянии Ведь у нас был нарушен полностью Тепловой контур по дому В общем проблем столько Мы получили по факту Голые стены И нужно было с этим что-то делать Кроме собственников Это никому не нужно Потому что я вот сама лично Да И наша там инициативная группа Полтора года считай Жили Мы жили в инстанциях То есть градостроительное управление Это главстройнадзор А нам отвечали Ребят Ну мы там им проекты Там еще чего-то А вот давайте Мы-то понимаем Что у нас Нету застройщика А генерального У генерального подрядчика Нам тоже объясняли Что вот они свое же сделали По дорожной карте А какие к ним вопросы Ну да Вопросов никаких нет Поэтому Когда мы уже все испробовали Вот все было Вот все что можно У нас Я не знаю сколько комиссий собиралось Это тепловизионные обследования Мы решили сесть за стол переговоров с ними Ну потому что Не требовать А договариваться Потому что в нашей ситуации Было бесполезно Это либо деньги из жителей брать Либо искать инвесторов Вот реальных инвесторов в дом Потому что у нас Иного выхода не было И когда В общем Ну пока это вот все Суть до дела Мы пошли к своей управляющей компании С которой на тот момент Вроде как вся притирка прошла Все вроде как нормально Понятно что Когда это новостройка В доме идут ремонты Никому не до чего То есть Ну мы все равно Мы могли объединить как-то жителей В общем Вот насчет этого У нас проблем в доме нет Все дружно Кому что надо Там куда С этим О большой семье В многоквартирном доме На северном шоссе Дом 20 Идет у нас разговор Я напомню что Лучший управдом Подмосковье Ольга Кантуева У нас сегодня в гостях Ольга Владимировна Но ведь время то идет Я понимаю конечно В 19-м году Получить ключи Сейчас 22-й Вряд ли сменилось Большое количество Собственников В вашем доме Но люди новые Наверняка появились Как они вливаются В ваш большой Дружный коллектив Какая работа С ними ведется Ну конечно Появились у нас люди У нас Потому что За это время Когда мы ожидали Сдачу своего Ну там Жилья дома Многие уже Купили себе квартиры Да Как бы им-то жить Нужно где-то Да Не все там остались Там на съемных Или кто-то мог Себе позволить Подождать Поэтому Квартиры Понятное дело Продавались Сейчас у нас Квартир к продаже Почти нет Потому что мы И на этом Руку на пульсе держим Ведь с момента Сдачи дома В каком-то он Состоянии был И вот то что сейчас Да у нас в доме Вообще отличные Инвестиции Вот в этом плане Потому что у нас Квартиры подорожали Более чем В два с половиной раза То есть Это Оно вообще на рынке Подорожало все Но в нашем доме Это вот как бы Особенно ощутимо По сравнению С соседними домами Мы сравниваем И мониторим Всю обстановочку Да Вот Новых Жителей Да Новых наших соседей Мы приглашаем То есть Мы их присоединяем Во внутренние чаты По дому У нас есть такой чат Телеграммы Ватсап Где Только собственники То есть У нас есть свой реестр Мы Ну То есть Все внутренние вопросы Мы обсуждаем С соседями Любой вопрос Вот который Такой глобальный Да Который требует Там решения Чтобы Не было там Никаких ссор Там Недопониманий То есть мы все рассказываем Все укладываем И обсуждаем И вот Чего мы там решим Люди что решат Думы Собственно говоря Совет Думы И реализовывает Вот Есть у нас конечно еще страница Вконтакте Мы так не особо конечно ведем По мероприятиям На самом деле У нас много чего проходит Но тем не менее То есть у нас есть даже Ответственный человек За это дело Который занимается Соцсетями Кто-то занимается Там с администрацией Плотного взаимодействия Там ГЖИ Там жалобы Добродела То есть аккумулируем Все заявки То есть у нас делегировано У нас У нас каждый занимается Своим делом Да Поэтому Поэтому вот все вместе Получается Вот такая командная Работа Которая Дает положительные результаты Ну а вот Вы говорите Мониторим соседние Многоквартирные дома Неужели нужно пройти Действительно Огонь и воду Для того Чтобы под медный труб Потом уже Скажем так Наладить Взаимоотношения С различными организациями И внутри Большого сообщества Дома Вы знаете Нет Это у нас так получилось Просто мы как бы Делимся своим опытом Нет В любое время Может собраться Инициативная группа Но человек должен Просто Любить свой дом Любить то место Где он живет Призывать жителей К порядку Да Там что Ну обсуждать Как-то контактировать С людьми А вообще Сложности возникают Какие-то Обычно же ведь Большие какие-то Глобальные дела Делаются хорошо Да А вот какие-то мелочи Они ну как бы Ну мелочи А на мелочах Держится по сути дела Вся наша с вами жизнь Бывают какие-то Недопонимания Вот именно по мелочам Таким Бытовым может быть Каким-то Ну всякое бывает Всякое бывает Но у нас люди Не то что вот там С какой-то там Агрессией Там с истерией Какой-то Они просто задают Вопросы и предлагают То есть мы просим их Если вы Вы недовольны чем-то Вы предложите Что нужно Все вместе обсуждаем И все Тогда вопрос Закрывается автоматически Просто бывают Соседи Когда нужно Десять из десяти А десятый Это как раз Баба-яга против Понятно Для этого Существует у нас Общее собрание Собственников Где большинством Либо двух третий Голосов Мы принимаем Или не принимаем Конкретный вопрос Вот и все Хорошо Помимо вот Всех этих достижений Что в перспективе Есть же какая-то работа Которую вы для себя поставили Я не про затопленный паркинг Сейчас А что-то может быть поближе Там я не знаю Там газоны Ограды Уборка Вы знаете Газоны Это тоже такая Ну не глобальная Но тоже больная тема была Потому что Наш дом сдали Вместо газонов У нас был цемент И арматура Мы жителями Сами выходили Мы организовали Урбанистический газон Да-да-да Мы выходили сами Инсталляция Да Мы через управляющую компанию В общем Нам доставляли грунт Ну то есть Мы их сами делали Вот просто сами Благоустройства Никакого не было Детская площадка Тоже была в печальном состоянии Но у нас Генеральный подрядчик Как бы по мелочам Сначала там делал Какие-то работы Да-да-да Отремонтировали детскую площадку Там сделали Там гидроизоляцию Ну хотя это не мелкая Конечно работа Например Технического этажа сделали Да Проверили Мы пошли с комиссией Подвалы Вот еще при приемке Вот дома Когда Ну понятно Что приняла Управляющая компания Когда совет дома Принимал этот дом Нам нужно было знать В каком состоянии Он что нужно делать И за что хвататься В первую очередь За голову Или за что Точно не к нам Это вот документы Вот застройщик Как бы это Вот Поэтому мы жили Их собирали Вот просто в Москве Управляющей компанией В центральном офисе Потому что мы понимали Вот управляющая компания Которую нам поставили Достаточно крупная Она со своими связями И с большими возможностями Я когда первый раз Поговорила с генеральным директором Я поняла Что кашу Наверное все-таки Мы с ними сварим Вот при всем там Негативе людей Там не знаю Я сама там их трясла Год точно Вот Поэтому Мы договорились И вот Благодаря вот этим Нормальным взаимодействиям Да Вот Ну если хотите Деловым каким-то там Качеством Да Нормальным просто Отношением с людьми Со всеми вот этими Подразделениями Когда вектор заинтересованности Совпал Да Да Вот Мы утеплили У нас альпинисты Полгода утепляли дом Фасад дома Нам ФСК-лидер Проинвестировал Я считаю Более 25 миллионов рублей На дом Мы договорились Мы это сделали Мы сделали невозможно На самом деле Потому что Ну по документам В суд Мы хотя бы ОСС Например Провели Да Ответственного человека Председателя совета дома Который Имеет право От общедомового имущества В суд идти Это тоже отдельным вопросом Должно проходить Если это Идти законным путем Вот Но тем не менее Это случилось То есть мы бились Бились Мы договорились И спасибо большое ФСК-лидер Вот правда Вот правда И до сих пор Вот Конечно немалая Немалый вклад Управляющей компании То есть совет дома Их двигает Мы собираемся Мы договариваемся Там какие-то Постоянные совещания Обходы Несем там протоколы Обследования Общедомового имущества Потому что Мало получить дом Очень мало Его еще нужно Привести Довести до Пригодного состояния Для нормальной Комфортной жизни Людей Ну безусловно Я когда Кстати вот Когда мы прошли Вот эту вот комиссию Самую первую Мы начали Организовывать Совет дома Графики Обследования Тепловизионного Обследования Где участвует Тот же там Подрядчик Генеральный Управляющая компания Сотрудники ГЖИ Представители Совета дома Сами жители То есть мы Из своих жителей Эту комиссию Собирали И вот это было Тоже как бы Не просто да Пройти весь дом Почти весь дом Каждое помещение Каждую квартиру То есть Ну то есть Мы начинали с жилья Мы понимали Что у нас нарушения Швов Теплоизоляционных Которые вот Секции нарушения Просто оно идет У нас Там Интересно все было И по проекту У нас проект Менялся еще От застройщика От старого То есть Если у нас Первые этажи Были нежилыми По первоначальному проекту То их потом Сделали в жилые У нас выкинули Межтамбурные двери На переходные балконы Понимаете да Где стейки Стоят Да 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 Мы И когда вот это Вот я все увидела Вот эти вот Акты Протоколы Там Заключение там Совета дома Которые у меня на подписи У меня просто стопор Какой-то был И У меня муж говорил Тогда Слушай Ну давай продадим Квартиру Хотя бы за столько Там Ну с плюсом Понятно что там Инфляция За сколько купили То есть На тот момент Моя квартира Стоила там 4 миллиона с чем-то в сданном доме. И давай в Москву переедем, потому что мы работаем, и ты, и я в Москве. А я вот, честно говоря, не могу как-то вот это, во-первых, не бросишь. Дело не в городе. Нет, дело не в городе, а просто когда на тебя надеются люди, им надеяться больше не на кого, за них больше никто не пойдет. И вот когда на тебя такая ответственность, то есть ты принимаешь решение, что тогда, если что, то тонул вместе с Титаником, вместе со всеми. Ну ясно, приковал себя к якорю, да? Скажите, Ольга Владимировна, ну давайте вот о конкурсе поговорим. Выход на конкурс, это вообще чья была инициатива? Каким образом попадают туда люди? Вы как попали? Как попала я? Значит, в прошлый конкурс, несколько лет назад, мы только заселялись, мы только бомбили там все инстанции, мы писали в прокуратуру, нам было не до этого. Я знала о конкурсе, потому что мы подписаны, мы следим за всеми там соцсетями, ГЖИ, все, что касается вопросов ЖКХ, мы стараемся быть в теме. Мы знали о конкурсе в прошлом, но было не до этого, потому что волосы дыбом, глаза по пять копеек, в общем, нужно было что-то делать. А в этом году тоже увидели объявление, ну, как бы, честно говоря, я вообще не собиралась принимать никакого участия, потому что много вопросов и так по дому, ну, как бы, мы не стараемся выносить из дома, да, мы, у нас нет цели там пиара какого-то или еще чего-то. Мы просто живем своей жизнью, да, и мы просто живем вот своей какой-то вот внутренней. вот, и когда мне позвонили, то есть жители начали присылать ссылки, что Ольга, давайте вы поучаствуете в конкурсе, я говорю, да, ну, не буду. И буквально там за несколько дней до окончания, то есть он был достаточно, по-моему, месяц там они собирали. Подачи, да? Да, 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 да. Говорю, да, ну, мне даже некогда писать эту презентацию, отчеты, ведь там нужно все подкрепить документами, да, там. Потом я думаю, ну, может, ну, как бы, может, правда поучаствовать, в конце концов. Потом думаю, это же, это же сколько документов собирать надо там, всего-всего. Думаю, не, не буду. Но потом как-то в последний момент подкрепились по дому, то есть из совета дома там помогли, ну, наши активисты тоже помогли, то есть они там хотя бы фотографии собрали там по работам, да, то есть вот отчет должен был быть. Там не все так просто в этом конкурсе, на самом деле, было. Ты, я понимаю, да. Там, да, там у нас комиссия, да, там комиссия у нас подходила, я хочу сказать, прям... Ну, тебе приятно, наверное, победить. Вы знаете, когда я, вот, ну, пригласили, да, было два этапа. Было два этапа. Первый этап должны были объявить, кто прошел во второй этап. И вот из этих человек, которые, то есть... Во второй этап проходил. Да, их был, кстати, в первом этапе было очень много там, по-моему... Ну, там было 250 заявок. Да, да, это принятых заявок. А еще которые неправильно оформлены, их просто, ну, как бы, не допустили до конкурса, если какие-то там нарушения были. Вот, поэтому, когда мы прошли во второй этап, думаю, ого, ну, что мы такого сделали? Ну, как бы, особенно там... А сделали, потому что все правильно. Ну, думаю, да, наверное, оформили правильно. По классике правильная дорога идёт, товарищи. Да, 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 оформили, может быть, там правильно документы, то есть всё там рассказали с самого начала и вот там по сегодняшний день. Когда пригласили на, вот, на саму церемонию, думаю, ехать, не ехать. Ну, думаю, не, ну, надо ехать, те же человек ответственный. Пригласили, надо ехать, невежливо отказывать. Мы результатов никто не знали до самого вот... Вот до момента объявления. Мы никто не знали результатов. Когда мы приехали в Дом правительства, там, понятное дело, что, то есть, нас там разместили в зале фактовым. В общем, мы послушали нашего любимого губернатора. В общем, он пожелал всем удачи. Всё, и началась церемония. И когда объявили первое место до 100 квартир, то есть, это не из моего города человек, было там второе место, да, 200, да, там номинация была. До 300? Да, да. И третье место, когда объявили мою фамилию, я что-то как-то не поняла сначала. Юля рядом сидит, говорит, ну, как бы это... Пора. Да, я чуть со стула не упала. Я, честно говоря, не ожидала. Но это была приятная неожиданность. Не будем скромничать, да. Ну, вот, каким-то образом отметили уже по адресу Северный шоссе, Дом 20. Все вместе как-то собирались? Месяц мы отмечаем не только Домом 20, но и всем двором, потому что у нас проходит, если вот мы собираемся, какие-то мероприятия, да, у нас много мероприятий проходит и вне дома, то есть, не только... Это не только газоны. Мы, как вам сказать, мы не ограничиваемся только тротуаром при домовой территории. То есть, это и дальше еще идет. У нас же старая часть ЖК, она, в принципе, без благоустройства. Тут банкрот застройщик, да, пока там ФСК, они пришел, он свою территорию делал, благоустраивал, а вот эта вот часть как бы это. Поэтому у нас сплотили вот такие мероприятия. Там мы два раза уже участвовали в акции «Посади дерево» под эту акцию. Мы ездили, договаривались с нашим главой города, чтобы откуда-нибудь хоть выделили нам деревья. Там мы сами покупаем и кустарники на свои деньги. У нас люди собираются. Вот. Мы как-то знаем друг друга. И мы проводим и совместные мероприятия. Там Новый год. Это заведено, знаете, как в большой семье. Так здорово, да, вот свой новогодний, свой Дед Мороз, своя Снегурочка. Сами себя веселим. То есть, это и ярмарки какие-то, и сладкий стол, это горячий чай. Ну, вот так у нас. Последний вопрос, пожалуй, задам. Вот из той большой группы, которая сплотилась в самом начале, в таких непростых условиях, были люди, которые сказали, ну все, проблемы закончились, я, пожалуй, отойду от дел. Спасибо вам, ребят, за компанию. Ну, я не с вами теперь. Нет, у нас, кто не продал квартиры, кто не продал квартиры, они все равно с нами. Пусть даже, например, у кого-то нет времени активничать. Да, вот у меня время есть. Я там поеду в любую точку, в любой момент, по любому вопросу. У кого-то времени нет, но они все равно поддерживают, то есть они участвуют в обсуждении, это очень важно, да. То есть, например, сейчас коллапс везде со снегом. Да. Знаете, да? Да. Знаю, конечно. Да, и у нас как-то вот по нашему дому это прошло достаточно легко, это легче, чем по всем домам. Если кто-то там бомбит администрацию, ну, добродел, ЦУР там за уборку, то есть МБУ там не работает, службы это, это, тут плохо, тут плохо. Мы тоже жаловались, я честно говорю. То есть мы спрашиваем. А потом, видимо, вышли с лопатами. Мы спрашиваем. Но, видя то, что происходит везде, да, то есть, как у нас многие же говорят, и я в том числе, что зима пришла неожиданно в декабре. Да, ну, просто такие осадки, это правда. И чтобы, как вам сказать, не организовывать субботник с жителями, с лопатами, не выводить людей в морозы там, я не знаю, мы достаточно часто собираемся и так. У нас на газонах высадки, розарии делаем, у нас хватает всего. Я организовала службу МБУ, с ними нужно было договориться и предложила такой вариант нашей службе, что, ребят, давайте мы будем отходить от добродела, потому что результата нет. Фотография то, что жалоба пришла, и фотография отчет вот этих 2-3 метра убранных, но это ни о чем. Давайте как-то убирать, начиная там с района. Разумный компромисс, видимо, на этом все зиждется. Я понимаю, Ольга Владимировна, что вы можете долго еще рассказывать о своей работе, но, к сожалению, время эфирно ограничено, поэтому вам огромное спасибо за то, что нашли время сорваться, приехать к нам из Подмосковного-Уранского. Ну и, естественно, конечно, с победой вас и успехов вам в нелегком, ох, каком нелегком деле Управдома. Спасибо большое. Спасибо, что пригласили. Продолжение следует... Продолжение следует...